привет всем сегодня у нас видео как шить прямую юбку классическую со шлицей как снять мерки как раскроить но это будет не в одном видео тоже будет как и жакет поделена на несколько видео сегодня остановимся на том как снимать мерки я буду снимать на манекене представим что это человек женщина если мы юбку собираемся шить что для этого надо значит определить где у нас талия 120 на 120 на 120 не будем делать талию да все знают такое лучше всего завязывать по линии талии тесемочку резинку но тоненькая что-то не толстая вот и всегда когда я спрашивала я всегда то есть спрашивала снимала мерки я всегда спрашивала правильно я завязала потому что некоторые любят чуть чуть ниже некоторые чуть чуть выше особенно если женщины полные у них определенного места талии нету если живот вот кто-то выше кто-то ниже поэтому я всегда спрашивала здесь поправляли они сами но в общем определялись мы с линией талии для снятия мерок для юбки много мерок не надо 3 достаточно это объем талии объем бедер и длина юбки но как я говорила уже не в одном видео что очень много нюансов шитья вот точно так же и прямой юбки это для условно пропорциональной фигуры у нас 3 мерки достаточно и на примерке потом может уточниться может где-то по талии убрать там ниже пустить и уже видно будет на примерке но вот сейчас вот начинаем значит по самому тонкому месту снимаем мерку талии записываем снимаем плотно вот горизонтально на условно-пропорциональную фигуру и бедра снимаем тоже плотненько сантиметровую ленту ничего мы сюда не пальцем ничего не подставляем в общем вот так чистую длину записываем ну теперь нюансы даже у девочек худеньких наблюдала я очень много шила юбок тысячи даже у девочек худеньких разные фигуры вот уже намечается девочка как будто бы сорок четвертого размера сорок шестого а у нее уже намечается галифе так званая которая идет ниже линии бедер и я в таких случаях снимала несколько не несколько 2 а бывало и 3 даже мерки всякие бывают вот нюансы их не подчеркивать но все равно надо ориентироваться значит я снимала одну мерку на линии бедра это 17 18 для стандартных и там получалось где-то 25 26 где начинается галифе и измерялась значит вот здесь и ниже записывала и потом когда я буду строить и раскраивать я на этом остановлюсь но в общем две мерки при таких фигурах потому что если мы только сделаем эту здесь будет тесновато будет тянуть вот здесь будут косые заломы и в этой области будут если на два сантиметра этот объем больше вот этого значит она будет тесно это в том случае если крюш или раскрешенная к низу тогда достаточно одной мерки а если прямая да еще зауженная к низу вот классическая юбка это зауженная к низу немножечко потому что если женщина особенно когда полная и делать прямую юбку совсем она смотрится бахломата как-то вот лучше зауживать к низу и потом еще я всегда смотрела какая линия бедра крутая или более плоская потому что есть выступающие ягодицы больше есть живот пузик есть у всех по-разному поэтому когда я снимала мерки и смотрела на фигуру какая и отмечала даже себе чтобы заказчица не видела а то еще оскорбиться что я там пишу что у нее живот или выступающие ягодицы тоже когда я буду раскраивать я остановлюсь какие нюансы при раскроем такой юб на такую фигуру юбки теперь очень часто встречалась у меня особенно вот у меня очень давняя знакомая вот сотрудничество бывшая у неё выступающие ягодицы вот это как вот у африканок вот выступает даже моей внучки я вот шила юбку я знаю что у нее здесь впереди и по бокам плоская а сзади у нее выступающие ягодицы поэтому у нее юбка будет подскакивать сзади если я буду вот так строить как на условно пропорциональную фигуру поэтому я и тоже когда шила ей надо две выточки сзади делать обязательно и тогда она подбирается под бокам по бокам и не торчит сзади значит вот у меня есть знакомая остановлюсь на ней и на ее уникальной фигуре когда-то она мне лет 25 назад принесла юбку чтобы я ей низу коротила потому что у нее вперед провисает очень намного она носит тому что что у нее выступающие ягодицы это подымает зад у нее здесь живот но у нее такая вот вот такая фигура вот и живот и вот ягодицы такие вот не стоит она вот так она ну такая у нее стойка а юбку надо чтобы не сбыл идеально ровный параллельно горизонтали полу нашему и еще она не носит юбки у нее животик приличненький она носит вот так например под животом значит сзади вот лежит линия талии вот тут как обычно а впереди вот здесь и получается но я готовую юбку мне пришлось срезать там около 10 сантиметров но это совсем неправильно но это надо было бы отпарывать пояс она будет ничего не надо срезать потом когда и шила я ей определила вот это как снимается три мерки длины если для условно пропорционально мы от намеченной линии талии вот там где было мы по боку снимаем линию то есть длину юбки желаемую сколько там надо то при таком раскладе вот так я снимаю три длины снимаю по боку до пола по боку до пола впереди до пола вот сантиметровая лента должна дотрагиваться пола и сзади до пола снимаю три длины желаемая длина у меня есть 70 сантиметров значит и определяю от насколько впереди короче насколько сзади у нее сзади длиннее чем по боку и если я ей стандартную юбку построю если я сюда опущу не весь вперед туда завалится а зад подскочит и будут вот так приподнята а там будет лежать вот так юбка только вот снятие трех длин спасает это положение конечно пояс сшивать вот в такую линию вот она где-то такая на ткани и лежит у нее вот это вот так и пошло только еще больше вот так где-то у нее вот она носит мне животик и она под животом а там носит я говорю 10 сантиметров от ниже чем сзади и вот такая линия у нее талии и тогда низ юбки лежит ровно идеально ну например я могу там чуть-чуть точно так же и брюки у нее точно также брюки я выкраиваю и вот это здесь срезаю вот это лишнее иначе у нее вот здесь она потом висит она сюда его не носит как бы на условную линию талии можно сказать что она условная для нее а у нее талия вот здесь ну вот так поэтому и на брюках и на юбках ей вот так снимаю и вот такую выстраиваю вот такую линию талию хотя она вот должна быть сюда вода вот и по боку здесь вот как видите вот уходит а сзади длиннее поэтому для таких вот с отклонениями фигур обязательно надо измерять три чтобы у вас проблем не было три длины бок вперед спинка бывает и даже на худеньких девочках приходят с таким сколиозом что и плечи разной высоты и бедра одно выше другое ниже вот поэтому тоже при раскраивании учитывается это один бок подымается по талии выше другой срезается потому что какая фигура не было юбка должна быть низ строго ровненько горизонтально и без всяких значит западов таких вот бывает по бокам а здесь впереди вот так стоит вот юбка как беременная женщина стоит тоже есть нюансы для таких фигур но это уже я потом при раскрое буду говорить как избежать вот этого эффекта даже пусть женщина с животиком и приличным животиком но юбка у нее должна лежать красиво и низ должен быть горизонтальным никаких провисаний ничего ну вот кажется я все рассказала про снятие мерок следующее у нас будет видео раскрой я буду прямо на ткани на черной ткани я вот кроила белую юбку думала показывать но на белом ничего не видно никаких линий поэтому я буду кроить черную юбку и на черной юбке будет очень хорошо прямо на юбке я буду кроить ну а сейчас пока пока он и 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